Дом мы строили для себя и строили его своими силами. Проект мы также не заказывали в частной компании какой-то, мы его придумывали сами с мужем, искали в интернете проекты, которые нам нравятся и совместили получается из нескольких свой один, который нам подходил по всем параметрам. Площадь дома составляет 120 квадратных метров, это два полноценных этажа по 60 квадратов и холодный чердак. На первом этаже у нас гостиная совмещенная с кухней, техническое помещение, душевая и комната для гостей. На втором у нас планируется кабинет для работы, две спальни и ванная комната. Поскольку грунтовые воды у нас в нашей местности находятся очень близко к поверхности, идея делать подвал, отпала сама собой. То есть мы приняли такое решение, что делать его не будем, хотя изначально хотели. По этой же причине мы решили сделать фундамент достаточно мощный, то есть мы сначала заливали бетонную ленту, где-то метр двадцать она была, потом пустоту внутри ленты мы заполняли песком и сверху заливали плиту где-то 200 миллиметров толщиной. Друзья шутили, что мы с фундаментом, конечно, очень сильно переборщили, но нам показалась эта мера необходимой, так как на фундаменте держится весь дом. Для стен мы выбрали газобетон марки D500 и толщина стен у нас 400 миллиметров. Хочется дать совет ребятам, которые сомневаются, какой толщины брать газобетон, берите потолще и вы не ошибетесь. Потому что вот мы взяли 400 миллиметров, мы дом даже не утепляли. В нем тепло зимой и прохладно летом. И не зря говорят, что газобетон это искусственное дерево, это реально так. Вопрос отделки фасада у нас стал критичным, так как дом у нас стоит без отделки уже где-то три года. Соответственно, на газобетон влияли внешние факторы, дожди, снег и так далее. И мы переживали, что он утратит способность сохранять тепло, а также, когда осадки попадают, вода замерзает, расширяется, появляются микротрещины. И это, соответственно, очень тоже нехорошо. И мы очень переживали по этому поводу. Для отделки фасада мы рассматривали разные, конечно, варианты. Варианты, которые нам нравились, они нам по цене не подходили. А те, которые по цене подходили, соответственно, по своим качествам нам не нравились. И потом мы в интернете случайно наткнулись на ролик о фасадной системе. Она называется акрил-мраморная крошка. И нам очень понравилось. И мы решили остановить свой выбор именно на ней. Это, по своей сути, мраморная штукатурка только в новом обличии. Получается мраморная крошка, прессованная на армирующей сетке в форме кирпичиков. То есть, она полностью дублирует кирпичную кладку. И монтаж ее настолько прост, кстати, осуществляется он на обычный плиточный клей, что даже мой супруг сам справился с монтажом. И результат вы можете увидеть сами. Дополнительными факторами выбора было то, что это натуральный материал, доступный по цене и он достаточно надежный. Для стен своих мы выбрали расцветку коричневый микс. У нас просто окна и крыша, они получаются коричневые, но разных оттенков. И именно коричневый микс фасадной системы нам очень подошел. Поскольку в нашем доме окон много, мы выбирали такие окна, которые обладают свойством энергосбережения. Соответственно, наши окна, они из ПВХ и выдерживают температуру до минус 30 градусов мороза. Окна наши с ламинацией под дерево для того, чтобы это выглядело натурально и естественно, как, в принципе, и фасадная система. Несмотря на то, что второй этаж у нас полноценный, мы все-таки решили утеплить чердак, ну, чтобы зимой сохранялось тепло и плюс, когда, к примеру, град идет или дождь, все-таки звукоизоляция дополнительная, она нужна. Выбрали для покрытия металлочерепицу испанская дюна. Что классно, это то, что она идет со скрытым креплением и, соответственно, визуально креплений не видно. Коммуникации на данный момент нет. То есть мы сейчас находимся на этапе строительства еще, вот, и, как видите, еще делаем только внешнюю отделку дома. Соответственно, если так можно это отнести к коммуникациям, есть черновая электрика в доме и подведена вода. Все, вот коммуникации пока больше нет в доме. Внутренней отделки тоже пока нет еще, еще мы не делали. По бюджету вот то, что на данный момент есть, составило где-то 5 миллионов рублей. В эти 5 миллионов у нас входит, получается, фундамент, соответственно, стены, крыша, ну, внутренние перегородки. В доме мы потихоньку обосновываемся, то есть мы отделали одну комнату, как бы тоже отделка еще не финишная, а как бы промежуточная, можно сказать. И здесь живем, наслаждаемся загородной жизнью, природой и постепенно делаем ремонт. Если вам понравился ролик, подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать лайк. Если не согласны с тем, о чем здесь говорилось, дизлайк. И мы всегда рады обоснованным комментариям. Знать ваше мнение важно для нас. Спасибо. Спасибо.